Всем здрасте, с вами снова Лёдинс Семьчелленд, снова обзоры посылки из Китая. Ребят, я хочу уже сделать свою заставку, вернуть каким-то образом. Блин, такая шикарная заставка, все время была, никому не мешала, всем нравилась. Чё-то куда-то пропало, без неё вообще стало ни о чём. Ребят, надо будет мне что-то с этим делать. А пока сегодня у нас, ребята, три загадочные посылки. Она вообще посылка с номером 6-6. Очень странная, ребят, пробил по треку, вообще не знаю. Ну, как бы, посылка шла мне, но что там, я вообще не понимаю. Потому что иероглифы китайские, ничего не понятно. Давайте начнём. Вот у нас посылочка, зарегистрированная China Post. Тут тоже написано IC, чё-то. Иероглифы 20 грамм, value 10 долларов. Так, ребята, по радио какое-то говно. Во, годнота. Чё, за сколько дошла, за сколько дошла и что, какая ссылочка там тоже будет в описании. Так, опять всё орёт. Давайте скрывать, смотреть. Сегодня с утра что-то туплю, вообще жёстко, просто, мэй. Ну, ага, что это? Оба, это карта памяти. Обалдеть. Это, короче, ребят, карта памяти для Sony PlayStation 2. Да, я очень долго её ждал. Единственное, жалко, вот так вот положили, так помяли. Ну, ребят, я думаю, что рабочая. Будет, ребята, наверное, тестик. Не знаю. Ребят, ну, в общем, как бы нужна была мне, у меня появилась вторая плойка. И надо было купить карту памяти. Карты памяти вообще не продают. Настолько устаревшая приставка. А на Алиэкспрессе была. Около 150 рублей стоит на 64 мегабайта. Я хочу её модифицированно прошить, то есть, с помощью программного обеспечения. И я думаю, что вот это вот подойдёт. Потому что нормальный, даже вот на Авито продают очень задорого. А такая, тут ещё с объёмом 64 мегабайт, тут ещё и программное обеспечение можно забить. И игрушки какие-нибудь, хомбрю. И, в общем, для тех, кто понимает, о чём я говорю, я думаю, что есть смысл заказать у кого есть PlayStation 2. Потому что такая вот карта памяти, пусть она хоть не лицензированная, она всё равно будет, как бы, иметь место быть. В общем, вот такая вот карта памяти, ссылочка будет в описании. Поехали дальше. Вот такая посылочка. Почта Малайзии. Трек. Тут фрегл написано, типа это. Хрупка. Вот. Там на пакете тоже было что-то наклеено. Декларация стандартная. Вот. Почта Малайзии, значит, написано вот. Часы. Часы, предполагаю, какие. 35 грамм, доллар 49 центов. Эта девушка попросила на знакомую заказать. Давайте смотреть. Там вообще, походу, очень интересные часики. Тоже брались с распродаж. Давайте смотреть. Так, вот так вот всё упаковано. Хорошо. В пакете больше ничего нет. Так. Оба. Вот и сами часы. Вот такие часы. Ребятки. Давайте смотреть, распаковывать. Сразу для реализации. Можно было и в рубрику мутим бизнес. Но, наверное, пока... Не знаю, тут голден, тут цвет. Да, это магазин. Мне нравится, когда вот реально не совковая, вот как бы продажа, просто там закупился и продаешь у себя на квартире. А когда реально, то есть, есть организация, там компьютер, офис, там склад есть, и люди как бы продают как бы на разных торговых площадках. Вот такие, значит, часы. Давайте вскроем, посмотрим. Пакет не заклеенный, то есть, говорю сразу, что для реализации. Вот такие, значит, часы. Сфокусировал. Кварцевым. Задняя крышка из стали. Ну, наверное, наверное, из стали. Может быть, я, конечно, и не прав. Так. Снимаем вот эту штучку. Ну, что такое? Аккуратненько, потому что меня... Меня казнят, если я их поцарапаю. Идут, ребят. Идут часы. Вот такие. Ну, это не золотое, такой вот... Охровый цвет, такой блестящий. Такая блестящая охра. Ну, часы прикольненькие. За сколько там? За 150, то ли за 200 рублей. Ссылочка будет в описании. Давайте я так накину на свою руку. У меня рука... Тонкая, блядь. Вот как-то так, ребят. Неплохие часы. Девушки вообще любят маленькие часы, поэтому тут... Можно будет заказать, кому надо. Тут, смотрите, сразу есть защелочка. Ну, не защелочка, как бы вот такая вот... Штука. Я не знаю, как ее крепить, не буду ничего. А, вот тут отцепляется, вот. О, отцепляется и крепится вот сюда. Таким образом до меня все равно не доходит, увы. Как-то, в общем, они крепятся. В общем, заказчица разберется. Вот такие вот часики. Так, и третья посылка вообще непонятна. С отслежкой. Я не знаю. Я такого не заказывал. 300 с чем-то грамм. Что там загадочное лежит? China Post. 6-6 номер, ну, понятно, как очень загадочное. 6-6 вообще число такое так себе. А если 6-6-6, так это вообще пипец бы было. Из подниму посылки ехала. В общем, вот такая посылочка. Че тут? 310 грамм. Value 1 доллар. С отслежкой. China Post. Даже штрих-код отправителя есть. Капец, короче, давайте скрывать. Мне аж самому интересно. С котчиком. Мусорный пакетик. Ну, я так называю мусорный пакетик. Я не знаю, что тут, ребят. Я без понятия вообще. Пакете, черная дыра, пусто. Офигеть. Офигеть. Ребята. Мне прислали штатив. Я в шоке просто. Ребята, я в шоке. Короче, этот штатив мне шел 4 месяца. Ё-моё, он пришел. Ну, никак я сейчас деньги, разумеется, не отдам обратно продавцу. А так бы я, ребят, бы отдал как-нибудь. Офигеть. Самое прикольное, что это немножко другой штатив, ребят. Он длиннее и выше, я так понял. Да? Да, длиннее намного. Вот, если вот чуть поднять, у меня там срать жуткий. Вот такой штатив. У него, кстати, опоры покрепче, я вам скажу. Очень крепкая опора у него. И он, кстати, подлиннее моего, на котором у меня сейчас камера стоит, намного длиннее, я вам скажу. Ну, вот такой вот подарок. Вот такой вот, значит, штативчик. Штативчик у меня появился еще один. Да что такое-то? А-а-а! А-а-а-а! Да в задницу это радио. Так да, говорю. В общем, вот такой штативчик. Соответственно, уровень есть. Резьба для крепления фото-видео аппаратов. Соответственно, вот эта штучка тоже открепляется. Можно обратно сделать. Без труда. Все раскручивается, все подкручивается. Очень удобный штативчик. Я, ребят, не знаю, ссылку на него кидать нет. Я скину ссылки, вот, которые вообще, как бы, вот, недорогие штативы есть, которые можно приобрести по заказам. Вот такие вот, ребята, посылочки, штатив, карта памяти, часы. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте лайки. Комментируйте мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok